Привет всем, с вами Артем Деев. Друзья, огромное спасибо за обратную связь и за то, что накидали темы для дальнейших видосов. Для тех, кто не в курсе, о чем я напоминаю, что у каждого есть возможность стать моим контент-менеджером. Достаточно в комментариях к этому видео указать, что вас конкретно интересует и какую тему вы хотите, чтобы я раскрыл в таком формате. Насколько я мог заметить, в прошлых комментариях очень многих интересует ситуация в Англии. Конкретно, что там происходит сейчас и что будет дальше. Согласен, тема очень резонансная и актуальная. Тем более, все идет к тому, чтобы Англия все же покинула Европейский Союз, и причем уже совсем скоро, а именно 31 октября. Давайте разберемся подробнее, что там происходит. Брэкзит — это самый нашумевший бракоразводный политический процесс современности. Могу точно сказать, выход Англии из состава Европейского Союза лег невыносимым бременем на всю политическую систему Великобритании. И разделил не только парламент, но и страну в целом. Прошло уже более трех лет после проведения референдума, по итогам которого было принято решение покинуть ЕС. Но устраивающий всех способ осуществления данного решения до сих пор не найден. Казалось бы, неужели так трудно договориться и прописать все условия, на которых Англия и ЕС разойдутся, как в море корабли, условия которых устроили бы всех. Учитывая, что переговоры продолжаются уже три года, выходит, что не так уж и просто, друзья. Напомню, ранее депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Брэкзита, достигнутого Брюсселем и правительством прошлого премьер-министра Англии Терезы Мэй. Поскольку компромисса не было, Европейский Союз согласился перенести Брэкзит сначала на апрель, потом на май и затем вот уже на 31 октября. Амэй была вынуждена подать в отставку, поскольку так и не смогла вывести страну из политического тупика. После его ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, пообещавший осуществить Брэкзит без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона. И как только в конце туннеля замаячил свет, мол, наконец-таки произойдет этот самый выход, как Палата общин снова начинает буровить. Буквально в начале сентября члены Палаты общин приняли закон о том, чтобы новоиспеченный премьер-министр Англии Борис Джонсон просил Европейский Союз об очередной отсрочке Брэкзита, теперь уже до конца января 2020 года. Но Джонсон, который является непримиримым сторонником жесткого Брэкзита, сразу встал на дыбы, заявив, что подобные действия фактически связывают ему руки, лишая возможности вести переговоры с Брюсселем с использованием рычага давления в виде угрозы беспорядочного Брэкзита. По мнению Джонсона, без подобного рычага давления невозможно заставить Европейский Союз пойти на те уступки, которые устроили бы всех. Джонсон попытался протащить после этого внеочередные парламентские выборы, для того, чтобы, получив поддержку парламентского большинства, блокировать решение об отсрочке, однако потерпел неудачу. Друзья, в сухом остатке прямо сейчас у нас следующее. Закон об отсрочке обязывает премьер-министра Бориса Джонсона просить Европейский Союз перенести Брэкзит еще на три месяца, то есть до 31 января 2020 года. Вместе с тем премьер обещал, что ни при каких обстоятельствах не будет просить Брюссель об этом и будет добиваться, чтобы страна вышла из состава ЕС не позднее 31 октября. Я лучше сдохну в канаве, чем буду просить об этом. Это я прочел в одной из статей. Не знаю, правда, цитата ли это реально Джонсона, но, возможно, стоит проверить. Стоит отметить, что некоторые заявления Джонсона фактически можно оценивать как готовность нарушить закон и не следовать указаниям парламента, за что главе, в принципе, может светить тюремный срок. Почему так? Да потому что отказ выполнять закон, в данном случае просить о переносе сроков Брэкзита, будет равносилен неуважением к суду. Между тем, добавлю, что у Джонсона есть и легальные способы обойти, скажем, этот закон. Например, пойти на хитрость. Вместе с официальным запросом на продление Брэкзита приложить письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства. И напрямую указать, что не хочет переносить дату выхода из ЕС. Другими словами, он может убедить Брюссель не соглашаться на отсрочку Брэкзита, встав тем самым на сторону именно британского правительства, а не парламента. Друзья, честно говоря, я лично верю в Джонсона, как и в то, что он выполнит свое предвыборное обещание вывести страну из политического тупика. Заметьте, я не сказал из ЕС, я не просто так выразился. Вывести страну из политического тупика – это крайне правильная формулировка. Джонсон не идиот, он прекрасно осознает последствия жесткого Брэкзита и также не хочет, чтобы этот сценарий был реализован. Но еще больше, как и многих, его напрягает неопределенность, неизвестность, нахождение страны в тупике, в каком-то подвешенном состоянии. И, конечно же, неуважение к итогам демократического референдума, когда Англия проголосовала за собственную автономию. Ну и на десерт экономические последствия жесткого Брэкзита. В случае отсутствия сделки по выходу Англии из состава Европейского Союза о мягком выходе, разумеется, будут подорваны позиции Великобритании как глобального финансового центра. Страна давно уже стала крупнейшим финансовым регионом Европы. После Брэкзита многие компании могут заморозить или вовсе свернуть свою деятельность на территории Великобритании. Кроме того, темпы оттока капитала станут просто катастрофическими. Речь пойдет о сотнях миллиардов фунтов. Существуют разные оценки ущерба экономическому росту Великобритании. Например, по данным Международного валютного фонда, в случае, если реализуется жесткий Брэкзит, в течение пяти лет британская экономика потеряет 4% экономического роста. В среднем получается чуть больше 1% за год. Это очень много. При такой динамике экономического роста более чем реальным являются прогнозы неизбежной девальвации британской валюты процентов на 10. Я полностью разделяю такой сценарий. Считаю, что пара фунт-доллар может оказаться в районе паритета. Не сразу, конечно же, друзья, а в перспективе нескольких лет. До конца же этого года вполне можем увидеть пару ниже уровня 1.20. А что думаете вы? Субтитры сделал DimaTorzok